Рыбакит папа рисует. Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит. И у нас Супер Дима. Можете хлопать. Ура! С Новым Годом у нас ёлка стоит. И мы записываем стрим вечерний на всякий батл всяких героев, злодеев, добряков, антигероев и так далее. Сейчас мы рисуем кого? Да сейчас у нас столкнутся лицом к лицу Карнаж и Джокер. Мордок, мордок. Рисуем, рисуем просто и объясняем. Суть такая батл такая. Не то, что мы хотим, чтобы кто-то выиграл. Просто Дима рисует своего героя, которого он выбрал. Да. Злодея. Вот сейчас вот чисто злодея выбрали. Любимый суперзлодей. Так же? Начинаем. Кого? Карнаж? Да, давай теперь ты первый начнёшь. Ну давай, давай. Я выбрал Джокера. Потому что он сам модный и он мне действительно любим. Потому что я его с детства видел и он мне сразу понравился. Он настоящий злодей. Я бы так сказал, есть люди, которые, ну как бы так сказать. Тут есть злодеи, которые злодеи, да? Плохие там. Бэйн, нет. Бэйн, да. Бэйн и другие злодеи. Не знаю. Много мы с Димой злодеев перебрали. Как прежде тем выбрать своих, да? Есть разные злодеи, да? Но они просто плохие. Или там просто... Вот пингвин мне очень не нравится. А, пингвин это, который тоже от Бэйн? Да-да-да, очень не нравится. Пингвин и так далее. Так, у меня какая-то голова получилась. Не-не, ну похоже. Он такой бесформерный, нормальный. Не, подожди, я хочу как-то это исправить. Да, исправляй, исправить, потом закрасишь, всё, вот. И он мне очень нравится. Этот мне вроде бы нравится. Он любимый, но он... Так, можно не поменять? Да, Берклин, пожалуйста. Покидай прям там на пол, ничего страшного. Вот. Вот. А Джокер, он злодей. Он мне нравится. Он такой прикольный, даже смешно на него смотреть. Вроде такой весельчак, да? Или там в игре его последнему уже зажарили. Да? Джокер, да. Паша Джокер, да. Вот. Но с другой стороны, вот когда с ним посмотришь на него, ну он же очень плохой. Ну мне он такой не нравится. Он такой мерзавец. По-настоящему мерзавец. Прям вот мерзавец. Прям хочется ему... Да, особенно в игре я играл, я вот Диме говорил, в эту. Гад Манас. Ну вот там такой плохо так себя ведёт. Ты там монтировочкой, ты ножичком тебя подрежут. Прям настоящий злодей. Прям хорошо сделали в игре, что он не просто дерётся, он злодей. Он прям из-под тишка там тебя подрежет, там сделает какую-то гадость, посмеётся над тобой. Вот это мне нравится. И, конечно же, он остаётся суперзлодеем, и он не остаётся добрым. Он... Его не жалко до конца, мне кажется. И мне вообще его не жалко. Но при этом смешно смотреть. Он действительно Джокер суперзлодей, который мне нравится. Он любимый. Вот из-за этого я его выбрал. Теперь Дима рассказывает про Карнажа. Карнажа – это тоже псих. Тоже симбиот, как и Веном. Вот. Кстати, в фильме Веном он не появился, но он зато появился в сцене после титров. Там Эдди Брок, он же репортер, он ехал, короче, с Веномом в тюрьму, где сидит Карнаж. Эдди Брок сказал, всё, тут ты не высовывайся, я буду тут сам. Вот. И они когда приехали, Эдди Брок начал как бы брать интервью у Клитуса Кэссиди, который Карнаж. Но он ещё не стал им. Вот. И в итоге как раз показали этого Карнажа, он сидел в клетке. Ну, видно, что он псих. Он там, он, короче, себе он как бы вес заточен там. Он в камере. В этой камере ещё камера. И он ещё плюс вот так вот весь завязан. И он так сидит, он, короче, себе палец взял и сарапал до крови. И кровью просто рисовал там что-нибудь на клетке своей, решётке. Вот видишь, как любит человек, даже не человек, рисовать, да? Да. Да. Ну-ну-ну. Вот. И когда... И, короче, в конце всё-таки Карнаж сказал, я тебя выберусь и устрою бойню. И, видимо, Веному придётся во второй части попадеть. Потому что Карнаж Сене неведомо. Он может, как бы, своих, то есть, рук там, ну, делать какие-нибудь колющие предметы, то есть, ножи там, топоры. Как Терминатор 2. Ну, да. Не только он, такой, как Веном, такой противный. Противный. Вот ты опять выбрал противного чувака. Противный. Мне глисты не нравятся. Вот прям глисты не нравятся. Из-за этого мне нравятся эти ребята, которые какие-то глистам подобные. Да, глистам бранные. Мне нравятся наши любимые клоуны. Вообще, если вы пойдёте в цирк, то вы увидите клоунов. И мне с детства они тоже не очень нравятся. То, что ты смотрел фильм Оно? Нет, я не смотрел, но просто, я так понимаю, что не просто так взял этот Стивен Кинг и сделал Оно, написал. Потому что он понял, что многим не нравятся эти вот клоуны. Тебе нравятся клоуны вообще? Так, себя они как-то выглядят. Стрёмные. Я с детства боюсь их прям. Джокер как бы похож на клоуна. Так, это и есть клоун. Он тоже такой неприятный. Кстати, снимается фильм выйдет в этом году осенью. Про Джокера, что ли? Да, Джокер. От DC. То, как вот про Венома. Чисто про Джокера. Там его расскажут об всю его биографии. А, ну мне кажется, я схожу прям посмотрю. Он... А кто же снимается? Не знаю, но точно не Джаред Лето, который играл в «Самоубийце». Это точно не он. Вот, он... Он... Ну там вот я видел фото со съёмок, как бы он там... Ну какой-то известный актёр, да, наверное? Я не знаю, его её отправил. Ну ладно, мне бы интересно такой фильм посмотреть, который вот как бы только Джокера бы заделал. Хотя Джокер сам по себе, наверное, опять... Интересно, кто же... Кто же будет как бы с ним как бы это... Полиция, может быть, как бы я... Ну, кто с ним будет воевать? Вот. Ну, в фильме Веном... Как бы Веном воевал только с этим. Ну там... Тоже с симбиотом, ну... Ну, нашли ему врага. Ну да, да, он там с ним прилетел. Давай. Я уже нарисовал. У меня какой-то... Карнаж получился кривой, но ничего. Да, у меня тоже, смотри, такой кривоватый, так что ничего страшного. Давай рисуем. Зелёные волосы, как обычно. Красная голова. Красная голова, как обычно. Так, нарисуйте Оно. Оно. А уже рисовали? Оно рисовали, да, вот этого клоуна. Да. На стриме тоже. Да, кстати, рисовали, действительно, если хотите, смотрите, мы там многое уже рассказали и что думали рассказать. Только что... Повторяться, кстати, Дима очень не любит одно и то же рисовать. И почти всегда не повторялся, да, сколько мы приходили. Ну да, но сейчас буду немножко повторяться. Но всё равно мы редко повторяемся, это правда. И вообще, дети, когда ко мне рисуют, они никогда не говорят, а вот ты уже рисовал с кем-нибудь то-то, то-то? Я говорю, да, мы не будем тогда рисовать. Они хотят вот именно как на новенькое. Ну да, я тоже так. Так, дратути. Дратути, я не знаю, что такое дратути. Ну, как бы, здравствуйте. А, здравствуйте, привет, привет. Так, Супер Дима. Ну, наконец-то Супер Дима пишет Елена. Ага. Да, пожалуйста. Вот прям вчера он посмотрел стрим, немножко застал и сразу захотел прийти, так что, ну, в любое время, конечно, приходи обязательно. Так, а у меня такой мрачный будет тоже Джокер. Так, всё-таки, кто побеждает, мы ещё... А они оба психи, Психи, да? Да. Оба психи. Ну, про Карнажа ты как бы не рассказал его суть, что он вообще там маму-папу не любит, типа того, ты хочешь сказать. А они умерли. Он... Не-не, это я понял, я говорю, что он сейчас... Он же как бы... Он от Карнажа, от Карнажа? Он маньяк. Нет, сам человек. Вот от Венома же... Ну да, но в фильме, в фильме нет, в фильме от Венома, наверное, не будет. Ну, как бы, типа, по комиксам Карнаж это, типа, сын Венома. Отделился кусочек и... Ну, он как бы противостоит ему, да? Ну да, потому что, не знаю, почему-то Карнаж хочет убрать своего отца. Ну, так все дети, они хотят как бы избавиться от папаш, потому что тебе там наследство, там, мешают, заставляют их учиться, ещё что-то делать. Веном такой Карнаж, учись, пятёрку получил, нет, только двойку, телефон не дам. Да? Может быть. Оба психи, но мне кажется, твой, как бы, сто процентов неприятный парень. У него есть что-то приятное? Ты выбрала... У них уже нет. Ничего приятного. А в нашем, моём, есть приятное, что он весёлый парень, это клоун, смотрите, ха-ха-ха. Так что, наверное, так, нарисуйте Халка. Халк мы рисовали, но если он попадёт, сейчас, ребят, у нас... Почему бы не делать противостояние каких-нибудь качков? Халк, я выбираю Халка. А я кого? Не знаю. Кто там качок ещё есть? Бэйн? Качка. Достаточно качок. Просто Халк самый супер качок, остальные как бы все всегда... Ну не знаю, его Танос так в «Небесконечности» просто на раз-два завоксировал. Но Танос мне не нравится, мне нравится... Кто мне так понравился? Ну Танос нет, в частности, Танос мне не пойдёт. Ну, наверное, если мы дойдём, у нас сейчас уже запланировано 4 рисунка, ребята, это как минимум минут 40 мы рисуем, а то и больше. И если мы не устанем, то продолжим, а если нет, то мы тогда на паузу поставим, и в следующий раз обязательно, в принципе, можно... А вот такие баттлы мне больше нравятся, потому что есть о чём поболтать, да? Ну да. Побсуждать. Тут как мы сидим. Да, рисуем, обсуждаем одного героя, а тут можно двух сразу затереть. Короче, мой немножко весёлый и более приятный детям, хотя бы в самом начале. И как я раньше говорил, что он взрослым людям, он неприятен, потому что всегда клоуны неприятны ни взрослым, ни детям. А взрослые ещё и говорят, вот клоун. Это же ругательство с их стороны, да? Ну, получается, да, то есть ведёт как клоун, то есть безобразно. Да, да, да. Чё ты себя ведёшь как клоун, там, траля-ля, а он такой, э, клоун, да, он, ну, он Джокер, настоящий Джокер. То, что его убили там в фильмах и вообще плохо с ним закончили. Ну, они, наверное, понимают, что его никогда не убьют и всегда будут повторять и повторять и повторять его. Это вечный герой. Даже, наверное, знаешь, это самое... Что тебе нужно? Чёрный? Серый. Серый есть. Я куда-то его ложил? Я его взял сейчас. Вот он себе, смотри, Серый, вот там серый. Что, даже, можно сказать, он безоговорочный всегда будет в топе супергероев. Вот что мне. Мне даже, суперзлодеев, который, вот прям, он всегда будет побеждать, потому что он самый мерзкий суперзлодей и самый веселый и самый эпатажный. А твой, он сейчас в связи с Человеком-пауком и его продолжением Веномом, Веномом, да? Да, но в этой вселенной, где Веном, там нет Человека-паука вообще. Вообще нет? Вообще нет. Как нет? Ну, так вот и нет. Это Соня, как бы, они отдали право на Человека-паука Марвел, а на Венома оставили у себя и на многих супер-героев тоже. Они хотят запустить свою вселенную, только без Человека-паука, но со суперзлодеями Человека-паука. А-а-а. Вижу, какие у них планы? Они запланировали там фильм про Крэвина-Охотника, это там тоже враг Человека-паука. Ну, может быть, они как-то по-другому, все-таки они неплохо, фильмы вот все-таки у них неплохо получается, у Сони, особенно игра сейчас вышла вот последняя, я ее не играл еще. А, прошла какого-ка? Да, нам новую систему нужны, мне не хочется тратить деньги на эту игру. А я как бы, ну, у меня нет PlayStation, у меня была такая возможность ее купить, я просто тот свой 360 Xbox продал. Продал? Да, я и купил себе S. Xbox S? Да, One S. А почему? Я хотел X, который самый крутой. Да, ну он крутой, да, ну а что ты там играть будешь? Но язык, ну поэтому я купил S. Он не такой уж дорогой, и как бы, сейчас дизайном только немножко. Ну и он, ну и не такой мощный. Ну мощности не нужны для него, если все игры так же идут, не висят, что тебе? Ну, а в какие игры ты играешь? Ты все-таки S выбрал, потому что у Владика, у твоего брата... Владика обычный. Нет, ну в смысле у него много тоже игр для S, и ты можешь брать у него играть, да? Да, могу. Ну я там поскачивал себе, у меня там и Halo 5, PUBG есть, и вот я скачала Jurassic World Evolution. Но у тебя сейчас подписка, и ты по подписке скачал, ну как бы там много что платить за все эти игры. Нет, а мне там в комплекте с ним шли там Minecraft, Halo 5, и PUBG, а вот этот Jurassic World Evolution я уже скачал просто. Ну понятно. Ну, нет, сейчас мне кажется Xbox чуть-чуть поднялся, не так уж плохо. У меня была возможность купить PlayStation, то есть четвертый и закачать эту игру по Человеку Бока, но я не знаю, как ты... Ну если у меня появится... У меня пока нет этой игры. У меня душа просто лежит больше к Xbox. Ну он такой пацанский. Ну он там пацанский, вот и Halo, и вот... Ну он хорошая, хорошая приставка, даже сейчас имея PlayStation 4, я все-таки хочу себе Xbox тоже. Если у меня появится эта игра... помнишь, я тебе отдавал Far Cry 4? Да, он у меня лежит, я его почти прошел. Считай, я тебе его подарю, потому что у меня уже... Я забыл... Я просто когда передавал уже Xbox с играми, я подумал, что я все продал, а потом смотрю, что у тебя оставалась игра. Но потом подумал, ну пускай это будет подарок. Ну я почти его прошел, но не прошел до конца, думаю, надо дойти, отдать Диме, но он лежит. Если у меня появится, вот как у меня появится, человек, я тебе дам просто PlayStation, дома, ну поиграешь просто, там что, игру пройти, два дня там, да, например. Ну просто заценишь, пройдешь и все, если тебе именно эта игра, остальные как бы не нужны. В принципе, мне кажется, даже делиться приставками интересно, у одного одна, у другого другая, другая. Ну что, кто побеждает, ребят, вы пожалуйста нарисуйте солдата из «Звездных войн». Ну солдат. Я не фанат «Звездных войн». Да, Дима не фанат «Звездных войн». Мне «Звездные войны» нравится. Может быть... Слендермен. Слендермен. Достаточно. Такой гадский парень. Ты с кем-то рисовал. Так, кто побеждает? Мы с тобой. Ну я, если честно, мне кажется, что все-таки карнаж. Ну потому что он безоговорочное зло, да, ты хочешь сказать, да? Ну он может как бы... Что этот? Ну этот, конечно, да, он беззащитный, он ничего не может, Джокер. Он просто... Просто полный. Он подлый, да, вот подлюка, но ничего с ним, он не может ничего сделать сам по себе. Ну да, а карнаж, он... Даже вот Веном, вот когда столкнулся с лицом Хлицинок, мы рисовали с призрачным гончиком, призрачным гончиком может просто, ну может как его, цепью соберет и бояться огня, то есть там по-любому призрачный гончик. А тут мне кажется, что это будет все-таки карнаж. Ну победит, если что, конечно, карнаж. И он злой, а этот подлый. Он просто псих, он у него... Псих! Он убил свою бабушку по комиксам. Ладно. Здорово получилось, ставим на стэк. Спасибо, ребят, что смотрели. Мы сейчас будем продолжать, еще все эти силы ездим. Да, конечно, просто как мы. Танусы. Танусы. Мы рисовали. Танусы. Я рассказываю, я пересказала весь сюжет, они бесконечно. И не один раз рисовали Танусы. Да, не один раз. Может быть, Дима вернется. Ребят, мы, конечно, как говорящие обезьянки, не можем рисовать. Вы захотели хомячка, и мы рисуем хомячка. Мы выбираем то, что нам нравится, а мы обсуждаем здесь больше. Дальше мы хотели... Супергероев. Но таких... Супергероев. Супергерои-богачи, можно сказать. Битва богачей. Да?